Здравствуйте! Вы смотрите программу Дело раскрыто. С вами Юлия Руднева. В этом выпуске мы расскажем, как уберечь своего ребенка от негативного влияния окружающих, а также поговорим о подростковых преступлениях. По данным Следственного комитета Российской Федерации, 22% несовершеннолетних преступников из неполной семьи. Только у 8% оба или единственный родитель безработные. У 4% родители или родственники имели судимость, а 6% подростков находились во время преступления в состоянии алкогольного опьянения. Незнание закона не освобождает от ответственности. Фраза, знакомая многим, однако ее значение понимают далеко не все. Ведь преступления, совершенные подростками, также уголовно наказуемы. Группа преступников вовлекала в антиобщественное сообщество подростков от 14 до 18 лет. Выстроив доверительные отношения, бандиты привлекали детей к преступлениям, кражам, вымогательству. Действовали бандиты методом убеждения. Рассказывали подросткам про культуру блатной романтики и преимуществ их жизни вне закона. Тех, кому такая пропаганда приходилась не по вкусу, наказывали. Попались ребята, которые познакомились со мной. После позвали с собой гулять и пробовать наркотические средства, также алкоголь. После познакомились со мной еще ближе и предложили вступить не по своему желанию. То есть, я не давал свое согласие, они были сборы, на которых нас избивали за разные косяки, также собирали деньги. Свою деятельность они осуществляли в Ленинском и Заволжском районах Ульяновска, а также в Чердоклинском районе области. Агитаторы получили обвинительный приговор. Организатору назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Остальным подельникам от 4,5 до 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пропаганда преступников бывает и более радикальной. Например, в этом году в Димитровграде задержали организаторов местного движения АОЕ. Организация, запрещенная в Российской Федерации. Злоумышленники распространяли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Организовали данную и поддерживали функционирование данной группы и активно привлекали в нее молодежь в возрасте от 16 лет. С молодых людей также за то, чтобы участвовать в данной группе, периодически взимались также денежные средства на так называемый общак. Организатора по решению суда заключили под стражу, а троих подельников посадили под домашний арест. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Иногда подростки вступают в преступные группы и под влиянием сверстников. В марте этого года жестокая драка произошла в Засвиярском районе Ульяновска. Двух подростков избили возле одного из домов по второму переулку Бутурлиных на перекрестке с улицей Отрадное. Пострадавшим 16 и 17 лет. По информации из открытых источников, это студенты Ульяновского политехнического колледжа. Происшествие было снято на видео. Шокирующие кадры попали в социальные сети. Одного из потерпевших повалили в снег и несколько раз ударили молотком. Парню постарше диагностировали ушиб головы, перелом ключицы и ребер. Совершивших преступления подростков нашли практически сразу. Они были задержаны, доставлены в органы внутренних дел. Впоследствии переданы в следственные органы для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время следственными органами возбужденного уголовного дела ведутся необходимые следственные действия. В случае, если вина подростков будет доказана в суде, их ждет уголовная ответственность. Многие родители говорят, что в подростковом возрасте дети становятся просто неуправляемыми. Запретить им что-то фактически невозможно, а на контакты они упорно не идут. Как же тогда узнать, что ваш ребенок попал в плохую компанию и уберечь его? Об этом нам расскажет детский психолог Светлана Козырева. Светлана, в чем могут быть причины девиантного поведения подростков и какие подростки склонны к такому поведению? На самом деле причин девиантного поведения множество. Это может быть и генетическая предрасположенность, когда в структуру личности ребенка-подростка входит большая агрессивность, склонность к рискованному поведению, склонность к аддиктивному поведению и так далее. Это могут быть ошибки семейного воспитания. Как правило, таких детей очень часто могут критиковать. Они могут подвергаться чрезмерной опеке, когда буквально рассматривается каждый их шаг. Бывает так, что родители очень заняты своей карьерой, своей работой, а на ребенка мало обращают внимания. Вот, пожалуйста, появилась та самая эмоциональная депривация, и ребенок старается, даже сам того не осознавая, привлечь к себе внимание любыми способами, в том числе и такими вот неадекватными. Многие родители также говорят, что дети в трудном возрасте от них дистанцируются. Кто же тогда влияет по большей части на их поведение, окружение, может быть, друзья? Особенность подросткового возраста такова, что ведущей является деятельность общения с подростками, со сверстниками, со своими. Это возрастная норма. И в связи с этим, что вот такая вот существует психологическая особенность подросткового возраста, детям крайне важно соответствовать ожиданиям той группы. А если ребенок эмоционально дистанцируется, как в таком случае родителям контролировать его, выстроить доверительные отношения или выявить девиантное поведение? Если ребенок стал хуже учиться, если его перестали интересовать те занятия, которые до этого ему были интересны, если вы вдруг заметили, что он как-то курит, что он буквально связался с плохой компанией, которая направляет его не в то русло, то вы можете заподозрить, что действительно ваш ребенок склонен к девиантному поведению. Но в любом случае, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы ваш ребенок поверил в вашу родительскую любовь. Ведь часто бывает так, что мы своего ребенка ругаем, и ругаем его от большой любви, потому что нам хочется, чтобы ребенок лучше учился, чтобы у него получилась карьера, хорошее образование, чтобы он поступил в университет. Но получается, что ребенок вот за тем, что мы его ругаем, вот этой любви не замечает. Поэтому здесь очень важно продумать свою родительскую позицию. Она не должна быть чрезмерно авторитарной, такой жесткой, но тем не менее родитель должен понимать, что в ситуации своей семейной он взрослый, он несет ответственность за своего ребенка и за свою семью. А что делать, если ребенок уже связался с плохой компанией? Как ему помочь снова встать на верный путь? Если же вы понимаете, что ребенок не может перестроиться, не хочет перестраиваться, он не раскаивается, он не собирается справляться в этой жизни, то тут можно рекомендовать обратиться даже к психиатру, потому что мы понимаем, что ценности у ребенка настолько повреждены, а нормально ли это? И постараться выявить причину такого вот поведения. Если ребенок раскаивается и понимает, что он совершил ошибку, подросток, если раскаивается, то, конечно, в этом случае ваша задача его поддерживать, только поддерживать. Давать знать, что вы осуждаете его поступок, ну и вот и вы принимаете. Если уж случилось так, что все-таки ребенок попал в вот эту деструктивную группу, может быть, даже совершил какое-то правонарушение, все равно даже в этом случае он остался вашим ребенком, вашим любимым сыночком или доченькой. Поэтому в любом случае, любому человеку нужно обязательно давать второй шанс. Обратиться к специалисту стоит, если вы замечаете за своим ребенком агрессивность, неконтролируемость и отсутствие чувства стыда за проступки. Проконтролировать каждый шаг подростков невозможно, да и не стоит, ведь им нужно начинать взрослеть. Но все-таки стоит помнить, вы всегда сможете помочь своему ребенку встать на верный путь. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин